я я наверно можно сказать владелец небольшой команды разработчиков под названием brushwork вот мы производим видеоигры для мобильных платформ ios android amazon примерно так был у меня разработчик программист еще на прошлой работе и работа заключалась в чем они разрабатывали мобильный контент конкретно в моем отделе это видеоигры был у меня паренек который не всегда все успевал мягко говоря вот и при этом в конторе постоянно смотрели выборочно посещаемость сайтов всяких разных сайты которые не посвящены работе они были под запретом но никто на это особо внимание не обращал ну как бы люди отдыхают периодически должны отвлекаться на работу поэтому это сквозь пальцы протекала вот но тот паренек не буду его имя называть он прям хорошо не успевал и тех директор как-то не подходит ваня его зовут не знаю сейчас где он работает подошел говорит у тебя вот этого человека очень здоровые интересы ну вполне понятные для мужчины но говорит очень не к месту эти интересы проявляются я замечал что коллеги он периодически над ним посмеиваются начальником отдела тогда работал но значение не придавал выговоры делал ему за неуспеваемость на этом все и тут него не подводит к истории сайт и показывает мне группы вконтакте скажем так так прямо порнографического характера всякие сайты интересные ну и после этого состоялся интересный разговор на тему почему и почему именно здесь вот парень благополучно уйлся надеюсь что не все хорошо вот если он себя узнал то большой вот это вся пакостная дурацкая история чему у большинства дизайнеров которых я знаю у них дефицит внимания постоянный и сколько я видел людей дизайнеров которые работают даже на рабочем месте них обязательно стоит телефончик на котором идет сериальчик и вот ребят проведите замер как вы работаете без сериальчика сфокусированы на работе и как вы работаете сериальчиком и заметите что у вас продуктивность растет прям в небеса поэтому как горил железная армия сварснеггер у нас в сутках и так времени мало всего 24 часа 6 часов мы спим остается все меньше и меньше примерно два часа мы тратим время на работу потом на покушать потом добраться до работы и вернуться с работы времени возвращения остается поэтому как арни говорил спите быстрее работайте продуктивнее поэтому во время работы убирайте девайсы работайте только над работой ну и не успевайте отдыхать работа должна быть интересно мне когда что разработчики что дизайнеры на проект садятся мне главное чтобы им проект был интересный лучше тогда вообще не брать проект на заказ если он никому не нравится и несмотря на то что спать надо быстрее все равно хотя бы час день нужно уделять на то чтобы посмотреть киношку погулять где-нибудь ну и расслабиться отвлечься видео дизайн 3d дизайн очень востребован по остальным ну я в них не так часто работаю чтобы давать какую-то оценку работать работать надо и во время учебного заведения